В этой лекции мы поговорим о сенсорной задержке, о чем-то очень новом. Потому что мы контролируем задержку реакции роботов, которые взаимодействуют с окружающей средой, друг с другом или с внешним световым сигналом, они действительно могут. Мы действительно можем настроить их поведение таким образом вот так, как им на самом деле нравится, мы можем полностью изменить их поведение. Например, с помощью определенных параметров мы можем заставить их двигаться в одном направлении, и если вы инвертируете этот параметр, измените параметры, то сможете изменить направление движения, то есть то, как они ведут себя на самом деле. Это своего рода анимированная картинка, на которой изображены несколько роботов, взаимодействующих друг с другом. Это было нарисовано Митой, тем же человеком, который проводил моделирование хиральных активных частиц в предыдущей лекции. Да, так что хорошо, у нас есть определение движения робота, и здесь мы видим, что робот здесь, это то, что у нас есть маленькие роботы, они движутся в двух измерениях со скоростью. И у них точно так же, как у активных частиц, есть ориентация, которая как бы случайным образом меняется с течением времени, ясно? А вот здесь мы измеряем эту случайность с помощью коэффициента, который обратно пропорционален Тау, что делает их как бы там. Позже ты сможешь использовать этот Тау в качестве своего рода времени декорреляции скорости, потому что с течением времени он переориентируется в разных направлениях. Уменьшение размера этого Тау, это то, что произойдет с ориентацией с течением времени. Если Тау очень мал, то это число будет намного больше, не так ли? И эти пять будут меняться случайным образом гораздо быстрее. Они будут намного быстрее откорректироваться своей первоначальной ориентации. Если это число очень велико, то это означает, что это число очень мало, и ориентация частицы будет меняться очень медленно. Таким образом, это будет означать, что хотя она будет двигаться немного хаотично вправо и влево, в течение очень долгого времени она будет двигаться в одном направлении. Все в порядке. Это просто замечательно. А как обстоит дело с временной шкалой декорреляции? А теперь у нас может быть робот, у которого на самом деле нет постоянной скорости движения. Что может сделать этот робот, так это измерить интенсивность цвета в окружающей среде и действовать соответствующим образом. Так что давайте предположим, что у робота его нет. Итак, вот здесь по оси Х вы видите интенсивность цвета, которую измеряет робот, измеряют датчики, а затем скорость, в зависимости от этой измеренной интенсивности. Ты видишь, что если мы не измеряем никакого света в окружающей среде вообще, то мы движемся с какой-то максимальной скоростью, равной нулю с которой мы движемся, хорошо? И мы как бы вращаемся вокруг своей оси случайным образом. По мере нашего увеличения, если мы наблюдаем все больше и больше света с течением времени, робот как бы уменьшает свою скорость движения до величины, равной ви бесконечности. А это значит, что с какой скоростью я бы двигался, если бы был измерение света очень высокой интенсивности, не так ли? И это очень интуитивно, понятно или не интуитивно, но это имеет смысл для робота, потому что если он замедляется. Если нет измерения освещенности, он может заблудиться в районе, где нет сигнала, не так ли? Мы хотим, чтобы эти роботы большую часть времени были привлечены сигналом, верно, в зависимости от условий. Так что это своего рода хорошая отправная точка. Вам все ясно? А вот это и есть экспоненциальный спад. Я могу показать тебе, как это сформулировано. Давай посмотрим вот здесь. Вот как это сформулировано. Таким образом, величина i, которая является измеренной интенсивностью света, экспоненциально убывает. И она начинается с нулевого значения ви и как бы опускается до бесконечности ви. Хорошо, а вот это и есть экспоненциальный спад. А вот это своего рода интенсивность света, которую измеряет робот. Вам это ясно? А также понятно ли вам, почему именно такой профиль является интуитивно понятным? Потому что идея заключается в том, что роботу будет нелегко заблудиться таким образом, потому что он будет больше искать, когда это произойдет. Он не измеряет освещенность. Так что он как бы не заблудится в районе, где нет сигнала. И конечно же, мы можем применить эти измерения точно так же, как в случае с моделью V-чек с задержкой. Что мы можем сделать, так это сделать так, чтобы это был, возможно, самый фундаментальный слайд этой лекции. Так что робот, возможно, не регулирует свою скорость дальше. Так что если мы сможем приступить к делу без промедления, то сможем ли мы это сделать? Так вот этот робот измеряет интенсивность света с течением времени, и это что-то случайное, не так ли? И в определенный момент времени я измеряю интенсивность прямо сейчас, прямо здесь, и регулирую свою скорость таким образом, чтобы в соответствии с этой интенсивностью я измеряю сейчас. Именно так и происходит без каких-либо задержек. Мы говорим о настоящем времени и немедленно корректируем нашу скорость. Положительная задержка также обусловлена интуицией. Дело в том, что я продолжаю записывать все интенсивности, которые измеряю на каждом временном шаге. Но когда я собираюсь отрегулировать свою скорость, я как бы беру значение, которое я измерил в прошлом, и корректирую свою скорость в соответствии с этим значением. Я измерил дельту некоторое время назад. Тебе это ясно? Так что я вроде как не забываю, что именно я измерил. Я как бы храню их в определенной памяти, буфере или что-то в этом роде. Хорошо, а потом я использую прошедшее значение для регулировки своей скорости. И есть еще один тип обратной связи, который называется отрицательной задержкой подачи, что означает, что у меня здесь как бы есть структура. И я как бы оцениваю ее на основе последних значений, которые я измерил для света интенсивности. Это, конечно, можно сделать с помощью более сложных приближений или экстраполяций. Ты можешь рассчитать, например, взять последние три точки данных, последние четыре или последние пять точек данных, в зависимости от того, сколько их было. И какова частота твоих измерений. И ты можешь сделать квадратичное или более высокое приближение к этому, или я не знаю, к любому другому виду данных. Подходит. И ты можешь выбрать один из способов, но самый простой способ, которого мы придерживаемся, это очень простая экстраполяция. Линейная экстраполяция с использованием двух последних данных. Точки здесь. И мы экстраполируем значение измеренной интенсивности какое-то время в будущем. На самом деле это должно быть плюсом. Мне нужно это записать. Не мог бы ты присоединиться ко мне и записать это вместе со мной? Это должно быть плюсом. Я не знаю, почему это минус, очевидно же. Так что все ясно? Так что в случае отрицательной задержки мы, конечно же, не можем предсказать или измерить будущее состояние интенсивности света, не так ли? Но здесь мы как бы оцениваем ситуацию. Это примерно то же самое, что и в данном случае. Например, если я сейчас посмотрю на улицу, то окажется, что на улице солнечно, не так ли? Вот я и говорю, что мне не нужен зонтик. Не так ли? Это не может быть отсрочкой. Сейчас я выгляну на улицу и скажу, хорошо, мне не нужен зонтик. Я сейчас же выхожу на улицу. Я ведь не возьму его с собой, верно? Отрицательная задержка заключается в том, что я выглянул на улицу три часа назад, когда проснулся, и увидел, что идет дождь, не так ли? А потом я не смотрел на улицу после того, как был дома и занимался чем-то другим в течение двух-трех часов. А потом я вышел на улицу, но больше не смотрел за собой. Я говорю, ладно, шел дождь. Мне нужен зонтик. Я беру его с собой. Это и отрицательная и положительная задержка. У меня есть положительная и отрицательная задержка, которая заключается в следующем. Так вот, сегодня было солнечно, но из-за погоды надвигаются очень темные тучи. Я как бы экстраполирую свою идею. Ладно, все идет не очень хорошо. Погода становится все более и более пасмурной. Возможно, через полчаса пойдет дождь. Так что мне может понадобиться зонтик, так что я беру его с собой. Именно этим мы здесь и занимаемся с отрицательной задержкой. Все в порядке. Да, на самом деле да. Да, все в порядке. Все в порядке. Я все сделал правильно. Все в порядке. Так что это как раз тот случай, когда дельта отрицательна. На самом деле это выше, чем T. Так что все в порядке, не так ли? Все в порядке. Так что же происходит, когда у нас есть один робот в окружающей среде? Мы можем придумать самую простую среду обитания. У нас в центре есть распределенная по гауссу интенсивность света, и мы как бы помещаем одного робота в центр такой среды. И что же произойдет с этим роботом, так это то, что он будет удаляться от начальной точки, не так ли? Все уже началось. Конечно же, он подвержен вращательной диффузии. Он будет вращаться по кругу, и его скорость будет меняться в зависимости от интенсивности света, которую он измеряет. Вот что произойдет. Если интенсивность света в центре будет очень высокой, это означает, что робот начнет двигаться медленно, не так ли? И по мере того, как он будет выходить, он будет двигаться все быстрее и быстрее. Правильно ли это? Вот что произойдет, например, в этом случае, если робот имеет положительную задержку, то он будет смещен от центра. На самом деле у него более низкая интенсивность света, но он использует значение из прошлого, где он был здесь раньше. Он все еще движется медленно, даже если немного сместился. Это своего рода задержка. Это своего рода увеличение скорости. Это приводит к такому поведению, что при положительных задержках частицы дольше остаются в такой среде. И наоборот, если у нас будет отрицательная задержка, то произойдет следующее. Как только измеренная частицами интенсивность света начнет уменьшаться, потому что она будет уменьшаться только в том случае, если мы начнем с центра, частица еще больше экстраполирует уменьшение мощности света и начнет увеличивать свою мощность. Скорость движения еще выше. Это приведет к тому, что частица будет удаляться от центра намного быстрее, если мы начнем с центра. И именно так обстоит дело без каких-либо задержек. Таким образом, частица регулирует свою скорость без каких-либо задержек. Все в порядке. И на самом деле это немного менее интуитивно понятно, чем то, что я рассказал тебе на этом слайде. Но ты можешь представить себе один единственный корпус робота в виде своеобразного клапана. Так что подумай о том, есть ли у этой частицы сейчас какие-то ограничения. Таким образом, у нас есть своего рода арена, из которой частица не может выбраться, а в центре находится очень высокая интенсивность света. Снаружи она не такая высокая. Это как бы не показатель интенсивности света. Это означает, что частица будет двигаться здесь быстрее, а здесь медленнее, не так ли? Тебе это ясно? Потому что когда мы применяем больше сигнала, мы движемся меньше. Когда мы измеряем высокий сигнал, мы движемся больше. Это естественно происходит таким образом, что частица распределяется без задержки. Это робот, который регулирует свою скорость с помощью светового индикатора, интенсивность которого измеряется без задержек. Это естественным образом создаст распределение, которое будет больше, немного больше в центре, потому что робот движется там меньше, а там медленнее. Как только он достигнет этого места, ему потребуется больше времени, чтобы выбраться оттуда. Но как только он достигнет этого места, как только робот окажется здесь на краю, его скорость движения будет намного выше. Так что ему потребуется меньше времени, чтобы вернуться в другую область. Я думаю, что это отчасти интуитивно понятно. Дело в том, что если я веду положительную задержку в движении робота, то действительно смогу настроить это ограничение. Видишь ли, если у меня будет робот с положительной задержкой, то он будет проводить гораздо больше времени в центре этой высокой интенсивности света регион. Это немного менее интуитивно понятно, так что на самом деле нужно провести численный эксперимент и убедиться в этом. Кроме того, если у нас будет отрицательная задержка в этом единственном случае с роботом, то мы будем наблюдать, что частица будет проводить больше времени на краях. Это намного сложнее, намного менее интуитивно понятно, но она будет проводить намного больше времени на границах, меньше в этом районе сигнал слабее, чем в центре. Так что идея здесь заключается в том, что если просто играть с одним параметром, которым является задержка, то все остальное это то же самое. У нас со всеми роботами одинаковый коэффициент вращательной диффузии. У нас есть одна и та же функция, функция регулировки скорости в зависимости от интенсивности света или измеряемого сигнала. Но единственное, что меняется, это то, как я на самом деле обрабатываю этот сигнал с задержкой и соответствующим образом применяю свою обратную связь. Мое поведение может как бы переключаться с одного на другое. Я как бы настраиваю поведение этого робота таким образом, чтобы он направлялся в область с более высоким сигналом или в область с меньшим сигналом. Тебе все ясно? Так вот, это в некотором роде результат работы такого рода роботов. Конечно, это можно обобщить или использовать более продвинутым способом, когда у нас есть несколько роботов. Здесь единственное отличие заключается в том, что в отличие от случая с одним роботом, здесь у нас много роботов. У каждого из них есть свой собственный сигнал, который представляет собой своего рода сигнал гауссовского профиля, исходящий от каждого робота. И каждый робот измеряет общее количество сигнала, генерируемого другими роботами, но не сам по себе. Вам это ясно? Так что каждый робот не должен касаться источника света. Он не должен касаться света, исходящего от других, а только от самого себя. И это создает своего рода датчик, сигнал, который измеряется каждым роботом, и сейчас они как бы регулируют свою скорость в соответствии с этим измерением. Это не внешний сигнал или световое поле, но это сигнал, совокупный сигнал, который исходит от всех других роботов, окружая их. Все в порядке. А потом они как бы следуют одной и той же идее. Если они измеряют высокий уровень сигнала, то двигаются медленнее. Если они измеряют низкий уровень сигнала, то их скорость уменьшается экспоненциально. И если они будут действовать без промедления, то в конце концов приблизиться друг к другу вплотную. Вот что происходит. Если они будут действовать с положительной задержкой, то в результате станут ближе друг к другу. Они как бы больше накапливаются или группируются вместе. А если они как бы применят отрицательную задержку в своем механизме регулировки скорости, то как бы отдалятся друг от друга. Так что если вдуматься, это очень полезно. А почему бы и нет, подумай о том, что происходит в условиях стихийного бедствия, когда тебе приходится заниматься поисково-спасательными работами для роботов. Во-первых, им нужно рассеяться как можно дальше, не так ли? И до тех пор, как только кто-то найдет что-то, что можно было бы спасти, он должен как бы призвать всех остальных роботов в этот район. Что может быть такого рода корректировка поведения с задержкой с задержкой, может быть очень полезна для такого рода целей. И это действительно было сделано экспериментально, опять же с помощью меты. Сегодня я рекламирую мету весь день напролет. А вот и роботы-экспериментаторы, которых вы здесь видите. Вот сигналы, которые каждый робот как бы генерирует. И у него есть что-то вроде этих датчиков, которые также измеряют сигнал. И вот что происходит, он сконструирован таким образом, что на самом деле его собственные датчики не могут видеть сигнал, генерируемый самим роботом. Его можно только почувствовать. Сигнал может поступать на сенсоры только от других роботов. Таким образом источники света находятся немного снаружи, а датчики немного внутри. И ты видишь, что вот так робот ведет себя при положительной задержке, а вот так при отрицательной. И это не единственный случай, когда они случайно сближаются друг с другом. На самом деле это можно определить количественно, повторив эксперимент много-много раз. И эти роботы как бы меняют свое поведение, если вы меняете сенсорную задержку, которую они применяют, или регулируете их скорость. Хорошо, так что это очень новая идея, потому что исходя из очень, очень простой идеи, очень простой симуляции. Что же мы имеем в качестве того, что мы здесь моделируем? Это робот, который движется в двух направлениях, не так ли? И настраивает себя с помощью вращательной диффузии. Единственное, что меняется в динамике, это скорость. И она меняется в зависимости от измеренного сигнала. И мы применяем к ней задержку, и мы получаем совершенно новое поведение, просто изменив один параметр задержку. Вот что ты предпочитаешь, чтобы я записал это на пленку. Ты уверен, что тебе это нужно? Все в порядке. Я опять забыл, что был в Швеции. Людям это очень нравится. В любом случае, да. Так вот, в этом и заключается новизна сложных систем, индивидуальное поведение робота совсем не сложное, но групповое поведение можно полностью настроить, изменив именно это. Есть только один параметр, который называется параметром задержки. И конечно же его можно спроектировать. Это всего лишь имитационное моделирование, но из той же статьи, которую я только что показал тебе, следует, что вы можете спроектировать другую функцию. Вам не обязательно следовать тому же самому простейшему случаю с функцией скорости как функцией интенсивности. Вы можете как бы измениться, и с измененной скоростью функционируя как функция скорости в зависимости от измеренной интенсивности света, вы можете получить различные варианты поведения. Это как раз тот случай, когда речь идет об одном корпусе робота с источником света посередине. Но то же самое можно проделать и с несколькими роботами. Вот некоторые симуляции, которые вы видите здесь, если я использую такой сигнал, такую скорость в зависимости от измеряемой интенсивности света, то мы получаем примерно такое поведение, примерно такое ну, вроде как. Таким образом, мы можем изменить размер кластера, средний размер кластера или скорость кластеризации роботов. Мы можем настроить все это, просто изменив или изменив поведение этой функции регулировки скорости. Ты тоже можешь попробовать это сделать. Придумай что-нибудь свое собственное, чтобы создать новое или уникальное поведение этих роботов. Тебе это ясно? Да, хорошо. Так что я думаю, что смогу сделать это для этой лекции, так как у меня здесь нет никаких видеороликов, я могу показать тебе анимацию. Дай мне посмотреть здесь. Так вот, здесь тоже есть ссылка на JITOP. Я, конечно, не буду показывать тебе эти видео на каждой лекции, но ты можешь как бы поиграть сам. Здесь у нас есть только один параметр. Это сенсорная задержка. И ты увидишь это, если я подам заявку. На этом примере это очень трудно понять. Тебе нужно как можно дольше следить за системой. Но если я применю положительную задержку, то ты увидишь как частицы тут и там сближаются друг с другом и образуют скопления из трех, четырех, пяти, шести роботов. И если ты будешь ждать все дольше и дольше, то увидишь, что они становятся все ближе друг к другу. И конечно же это произойдет. Этого не произойдет. Здесь нет ничего критичного в поведении. Это не значит, что если у меня будет нулевая задержка, то никакой кластеризации не будет. Если у меня будет нулевая задержка. Но это уже будет меньше кластеризации, если ты увидишь это сразу же как только я поставлю нулевую задержку. А если я установлю задержку на отрицательное число, то через определенное время ты увидишь, что они как бы все больше и больше отдаляются друг от друга. За исключением того, что иногда некоторые из этих частиц оказываются очень близко друг к другу, и им требуется некоторое время, чтобы как бы отделиться друг от друга. На самом деле да, ты можешь попробовать посмотреть, как выполняются эти симуляции, или ты действительно можешь это сделать. Я настоятельно рекомендую тебе на самом деле не смотреть на код. Ты должен попытаться сделать это сам. А затем, если ты застрянешь всякий раз, когда захочешь применить определенный параметр, реализуй что-то, что не работает для тебя, а затем пойди и посмотри на код. Потому что так оно и есть. Если ты посмотришь на код, то поймешь, что проблема в том, что ты не многому научишься. Как только у тебя появляется новая задача, для которой у тебя нет примера кода, или например твой проект, для которого ты не знаешь с чего начать. У нас нет примера кода, который мог бы помочь тебе с этим проектом. Так что тебе в некотором роде нужно это сделать. Тебе нужно понять, какие алгоритмы лежат в основе всего этого. Но даже если ты сам завершил проект, ты все равно можешь пойти и посмотреть на код, чтобы понять, что можно было бы сделать по-другому, просто чтобы иметь другое мнение. Иметь другое представление о том, как это можно было бы сделать. Кроме того, я настоятельно рекомендую тебе хотя бы взглянуть на один из этих кодов. Так что ты вроде как понимаешь, как это можно сделать. Вот и все. Нет, пожалуйста, не надо. Да. Все в порядке. Так оно и есть. Давай посмотрим. Так что всегда существуют алгоритмы, которые тебе нужно понять. Ты можешь взглянуть на код и с точки зрения того, как на самом деле можно анимировать вещи. Очень важно уметь анимировать, особенно в области моделирования, потому что эксперименты, если вы проводите эксперименты или наблюдения. Вы всегда можете показать им, что вы измеряете, что вы наблюдаете, что записывает ваша камера, не так ли? Теория немного сложнее, но сила моделирования в том, что можно получить множество результатов. И если ты можешь оживить их, то это всегда очень полезный и интуитивно понятный способ для людей показать симуляцию, чтобы понять, что на самом деле происходит в реальной жизни. Так что особенно для ваших проектов, которые вам возможно придется создавать, настоятельно рекомендуется создавать анимацию ваших собственных проектов. Проект сделан таким образом, чтобы в нем как бы использовалась новизна создания симуляций, но при этом он также показывал это аудитории привлекательным образом. И тогда им не будет скучно. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу этой главы, посвященной сенсорной задержке? Так что я думаю, сегодня у нас есть немного свободного времени. Поэтому я просто хочу убедиться, что я все ясно объяснил. Все это были мои слайды. Так вот, в этом слайде и заключается основная идея. А вот здесь показано, как я регулирую свою скорость. Так что на самом деле это не очень сложная глава, но вам просто нужно смоделировать и скорректировать взаимодействие между несколькими роботами. К тому же у вас есть несколько роботов. Вам нужно как бы создать карту интенсивности света. Но всякий раз, когда вы как бы измеряете ее с помощью одного робота, вам нужно вычесть ту интенсивность, которая генерируется самим роботом. Вы можете сделать это с помощью одного вида измерения, используя один единственный робот. Вы можете рассчитать общий сигнал во всей сетке или на карте, созданной каждым роботом. А потом всякий раз, когда ты собираешься измерить одну из них, ты как бы вычитаешь эту единицу. Эта единица генерируется в точке, расположенной в центре из нее. Так что с твоей стороны было бы очень любезно немного от нее отнять. Тебе это ясно? Так что вместо того, чтобы делать какие-то вычисления для каждого робота, возможно на самом деле именно это я и делаю в примере кода. Но на самом деле ты можешь сделать это еще более эффективным таким образом. Так что ты как бы все рассчитываешь, а потом просто вычитаешь ту цифру, которая генерируется каждым роботом. А еще полезно придумать свои собственные функции. Какого рода, как я могу на самом деле изменить эти функции скорости движения робота в зависимости от интенсивности света или измеряемого сигнала? А как я могу изменить скорость и какое поведение я получу в результате? Все в порядке. Все ли вам понятно? Да, все в порядке. Если у вас больше нет вопросов, вот все мои слайды для этой главы. Возможно я смогу ответить на ваши вопросы. Есть ли вопросы в чате? Я не вижу никаких вопросов в чате. Все в порядке. Может быть у тебя возникнут какие-нибудь вопросы по поводу домашнего задания по оставшемуся проекту. Разве нет? Хорошо, тогда я тоже закончу эту лекцию. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...